Всем привет дорогие друзья! У нас сегодня будет видео шоппинг. Едем мы опять на мой любимый в кавычках рынок садовод. Ну в общем-то в основном сегодня конечно хочет купить себе вещи Оксаночка, мамочка. Я еду за компанией. Ну а я бы хотела бы себе купить какой-то такой летний сарафан. У меня вещей много, мне в принципе ничего не нужно. Когда я так говорю, я обязательно что-то покупаю. Но вот какой-то летний сарафанчик, легкий, на лямочках, такой знаете, чтобы не везти с собой на отдых много вещей. Там допустим два сарафана и все, у тебя вещи на любой случай жизни. В общем поедемте вместе с вами посмотрим, что мы купим. Что-то сегодня воскресенье, людей много. Так, платье. В общем у нас задача сегодня найти, собрать Оксану. Красивые вещи какие-то ей найти. А я уже так, походить, посмотреть называется. Вот здесь вот 26-я линия. Здесь все по линиям. Здесь этих линий миллион. Здесь вот детская одежда. Сейчас хочу зайти посмотреть. Детская одежда. Что у нас из детской предлагают. Вот они. Футболочки. Я не пойму, это блогеры что ли на футболках у нас нарисованы такие. Надо у Вани спросить. Я блогеров-то не знаю. Но тут по-моему Моргенштерн. Или нет. Может я и ошибаюсь. Такие вот костюмчики всякие разные. С рисунками. Точно, слушайте, стали футболки. Представляете, раньше там с мультипликационными этими героями. А сейчас все дети знают блогеров. Соответственно, с блогерами. Представляете? Толстовки по 600 рублей. Ну, кстати, неплохие толстовки. Симпатичные. Вот так вот сверху набросить. Сейчас надо будет спросить. Ну, это, по-моему, знаете что? Корея, мне кажется, что производство Кореи. Рисунки разные. Брючки тоже такие. Хорошие. Сейчас, ну-ка, уточним. А, вот такие вот, кстати, как наподобие мы брали. Вот, 158 размер. А не подскажете, сколько у вас стоят вот такие футболочки детские? По 500 рублей. Вот, по 500 рублей. В принципе, так же, как и в магазине. А толстовки вот эти вот? 1100. Толстовки на мальчиков. 1100. Но очень красивые расцветки. Мы по детскому выйдем в 20-й ряд. Ну, пройдем сквозь него. И мы пойдем... Вот, смотрите, какой. Какие тоже хорошие костюмчики. Ну, это маленькие, наверное, мне кажется, маленькие. У нас сегодня, знаете, сколько градусов на улице? 8. Вчера выпало рекордное количество осадков. Сегодня 8 градусов. По садоводу ходить самое то. Знаете, когда не жарко. Единственное, что мерить не очень удобно. Садовод живет своей жизнью. Людей море. 20-я линия. Павильон нам здесь нужен сейчас 62. У меня, кстати, пляжное платье вышло из строя. Нужно купить пляжное платье. Какой? Нет, а вот красивые какие брючки. Давай, заходим. Я, кстати, видела обзор на подобные костюмчики. Но мне больше, знаете, вот сейчас нравятся вот такие вот простые хлопковые вот эти вот из хлопковой брючки на лето, когда если жарко. Потому что вот это джинсы. Вот Тамара Шик рекламировала 20-62, но здесь, видите, только оптом, девочки говорят. Только после 12 у них торговля в розницу. Ну, платье, конечно, красивое. Но я не знаю, как бы. Такие. Мне кажется, на вечер мне нужно вот какое-то такое что-то прям вот совсем повседневное. Повседневное и легкое. Павильон у нас законы не писаны. Видеосъемка, фотосъемка запрещена. То есть у нас ведь на садоводе свои законы пишут, что здесь снимать нельзя. Тут такие спортивные. Требуются молодые, энергичные, талантливые продавцы. 20-108. Мама тоже с Оксаной купили здесь футболки. И вот такие вот с кепочками. Тоже интересные рисунки есть. По 2,5 тысячи. Вот такие вот. Это 20-123. 20-123. А что ты хочешь? Пойдемте 17-й, там очень много костюмов. Потом, если что, мы пойдем в 21-й. Пишут, что на садоводе дорого. Здесь разные есть вещи. Есть вот такие, как мы сейчас вам показали. А есть вот такие, вот если размер позволяет, по 300 рублей. И в розницу, и оптом по 450 рублей. То есть все зависит от того, что именно, вот кто хочет купить. Потому что такие вещи тоже есть. Они вот здесь вот все в промежуточных рядах. Мы сейчас идем в 27-й. У меня Ваня просил вот здесь какую-то вот эту ерундистику купить. Потом надо будет в игрушки зайти. Вот какая-то такая штука, но с брелком. Но с брелком. Вот она. 17-я линия. Здесь уже, знаете, немножко посвободнее, чем на 20-й линии. И вещи, мне кажется, немножко попроще. Хотя тоже вот интересные модели. 17-20. Оксана хочет легкие брючки какие-то. Но ты хочешь именно вот такого вот. Я не знаю, какие. Я хочу легких. Ну, там вот в этой палатке было много очень. Сейчас посмотрим. Тоже какие-то такие спортивные модели платьев. Вот, кстати, что-то подобное. Мне надо. Вот оно прямое. Но это, наверное, маленькие, мне кажется. По 1000 рублей, кстати. Платье по 1000 рублей. Как в футболочке такого типа. Вот здесь вот мне понравились брючки. А, это лаптовая только точка? Вот эти вот очень красивые. Они только что-то кричат. Да нет, это мы друг с другом кричим. Вот хорошие, мне нравится. Они легкие и... Почему, говорит, есть розница? Розница есть. Вот такие вот, мне кажется, классные. В общем, купила здесь себе брюки красные, такие летние. Но дело в том, что... Говорю, давайте я сниму, покажу ваш павильон, что у вас есть. К вам люди придут. У нас руководство есть. Мы не решаем эти моменты. В общем, ну... Я удивляюсь. Реклама двигатель торговли. Кто-то наоборот. Вот, пожалуйста, приходите, придут. Удивляюсь я на людей. Удивляюсь. Сейчас, видите, вот эти вот костюмчики, они везде практически продаются легкие. Очень удобно, что здесь можно кофточку застегнуть, расстегнуть. Выбор большой. Но я так чувствую, что платья-то я сегодня не куплю. Да, я прям вот вообще один в один вот эти вот костюмы, мне кажется, видела. Очень-очень много этих расцветок. Тебе красные нравятся? В общем, сразу взять так универсальный костюм. Точно. Я прям один в один видела вот это вот. Вот этот костюмчик симпатичный. Платья-то вот такие вот спортивные. Такое платье, как футболка. И спина, кстати, красивая у этого платья. Очень красивая футболка. Вообще потрясающая. Вся в стразах. Все, как я люблю. Сейчас покажу вам, где этот павильон. Очень красивая модель. Очень легкие костюмчики. Вот. Это рубашка такая. Красивая. Где 4,5? Это костюмы 4,5? А там были, которые... Покажись на меня. Это с длинным рукавом. Это мне не нравится. Не, не, не надо с длинным. Я хочу короткий. Ну вот цвет твой. Но мне вот понравился джинсовый. Очень костюм понравился джинсовый. И вообще здесь вот. В какой джинсовый. Куда они посмотрят. Ну вот, которые ты сейчас мерила. Смотрите, футбол, ночь. Кофты прям вообще красоты не описываем. Смотрите, какие. Объясни ему, что пока не нужно. Так, мам. Вот, смотрите. Повернись на меня, мам. Вдвоем снимай, мам. Два блоги. Не, вот мне очень нравится. Вот очень нравится. Красиво, да. Да. А брючки белые. Да, где? Давай я тебе их посмотреть хоть. Дай-ка, я тебе поухажу. Прям вот. А я сейчас ей буду направлять. А тоже до 56. Ой, слушайте, так они вообще шикарны. Здесь еще и полоска справа, они как по джинсу сделаны. Мам, давай, ходи подальше. Я тебе буду показывать. Очень хорошо. А мы в Крым. Так, а я себе прям не могу. Облюбовала вот эту кофту. Мне кажется, она мне тоже великовата малость. Или не великовата? Тебе не идет такой рукав. Почему? Некрасиво. Ну, это большой. Большой. Поменьше. Или большая. Или... А мне нравится цвет. Я тут прям обожаю. И вот этот вот разрез я люблю. В общем, девочки, вещь красоты неописуемая. В общем, чудом мы попали. Сказали, обычно оптом продают здесь. А так как сегодня вот воскресенье, сегодня немножко в розницу торгуют. Вот. А так обычно оптом. Ну, палаточку 17,64. Ассортимент вообще шикарный. Цены не буду говорить. Но... Цены хорошие. Цены хорошие. В общем, я себе вот эту вот голову... Ну, дома потом, как всегда, вам покажу, что... Ну, собственно говоря, мне больше ничего не надо. Мне нужно ваня и платье. Ну, платье как бы я их не ношу. Царафан. Мне нужен царафан, но я их не вижу здесь вообще. Сейчас вот, знаете, вот мне все платье, платье все пишут. А вот, по сути дела, посмотришь, вот одежду, так висят в основном брюки. Брюки, шорты. Ну, вот платье. Но я ни одно из таких платьев не ношу. Это вот платье, как у Риты Моды на канале было. Только они здесь дешевле гораздо. Платье, допустим. Давайте с вами посмотрим. Вот в горошек Беларусь. Такие точно я не ношу. Белое. Белое в цветочек. Точно нет. Ну, знаете, мне кажется, это вот все-таки какие-то вот возрастные вещи. Вот честно. Я себя вот ни в одном из этих платьев вообще в принципе не представляю. Вот платье-рубашка. Вот это уже ближе к теме. Мне, допустим. Для себя. А вот так вот, чтобы какие-то прям вот открытые сарафаны. Это все. И мы идем еще 17-е. Линия, павильон 13-е. Вот здесь вот спортивного такого стиля платья. Вот. Вот такие вот. Вот видите, вот оно прямое платье с замочком. Вот такого плана мне нравится. А вот, допустим, вот в пол там. Да, понятно, что сейчас это модно. Но не каждому это идет. Вернулась я в детский 25-й ряд. С платьем, наверное, уже смирилась. Мне нужно Ване здесь костюм такой купить, знаете. С одной стороны легкий, с другой стороны, чтобы такой с кофтой был. Чтобы лететь было удобно ему. Нет, 158, наверное. Ну, я посмотрю на нее. Потому что она 158 тоже разная. В общем, Ваньке вот, смотрите, костюмов великое множество. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот шорты ему красные вот такие вот облюбовала. И здесь очень огромный большой выбор вот этих вот цветов. Какой хотите. На любой вкус. 27-26 взяла Ване костюм. Ну, костюмом подобрала просто, чтобы все было в одном цвете. Мне нравятся яркие расцветки. Я вот это вот не люблю. Черный какой-то цвет такой. Мне надо, чтобы яркий, поярче. Взяла, у него все будет в красном. А компенсировать можно какой-нибудь белой футболочкой. Сумки. Ряд 23. Палатка 66. Я брала в прошлый раз этот себе рюкзак. Я хочу точно такой же. А, кстати, они вот и здесь тоже. Вот, мне очень понравилось. Выйдя у какой же. Сумка именно скотчка. Это маленькая. Вот сумочка. А сколько вот такая вот стоит? Это 2,200. 2,200 такая стоит. Но она, видите, с ремнем. Да, здесь 66. А есть такой рюкзак-то у вас? Вот такая, смотри. Где такой рюкзак еще? На улице. На улице пойдем посмотри. Вот такой же, да? Ну, вот видите, хотела я такого плана сумку. Но не вижу. Нет, а прям такой же. Вот есть рюкзак или нет? Нет, не было в том павильончике. Я так надеялась, что сейчас приду и возьму. Это вот типа как кошелечки разные. Вот. Вот я хочу из такой. Вот из такого материала мягкого. Но чтобы сверху замок был. Замков не вижу. Сейчас мы можем где-то встретиться. Тут же, видите, все эти какие-то подделки, реплики под... Вот они, да. Вот он, да, Оксана. Сейчас еще какие есть, посмотрите. Нету у вас вот с замочком сверху, вот из такой кожи, ну вот из такого материала, но чтобы сверху замочек был. Вот наподобие, да. Сверху замочки, это новенькие, да? Слушайте, ну это цепочка здесь. Они такие тяжелые цепочки. Нет, они тяжелые, это набор легкая. Держите. Смотрите, какое легкое. Ну это типа имитация, да? Это какая-то цепь, как имитация. А белая? Нет, мне белая нужна. Нет, белая есть. Белая есть. А сколько такие стоят? Вам опт на одну. Не, мне не опт на одну, мне одна штук нужна. Ну одна штука можно, тебе две пятьсот рублей. Две пятьсот? Да. Ничего себе, это ж не кожа вроде. Ну они прессовные. А рюкзак вот полторы тысячи стоил. Это, у меня есть такие... За сколько? Тысяча триста рублей. Тысяча триста? Тысяча триста. Так ладно, сейчас я посмотрю, что еще. Какие еще варианты есть? Много красивее вариантов у нас. У вас много, да, вариантов красивых. Возьми, если тебе надо. У нас вверх сумка рюкзаков. Да нет, мне вот рюкзак-то есть. Мне теперь нужна вот такая вот небольшая. Я вас купила. Ну-ка, а Prada вот это вот сколько стоит? Вот это вот. Ну вот это вот. Ну вот возьмите, для вас вот стоит 200. 2 200. Нет, беленький. Слушайте, меня уговаривает парень, говорит, вот это тело, что я говорю, мне туда в пауэрбанк не поместится. Не, ну она так вот, как бы, так-то, в принципе, не маленькая, но все равно поместится мало. 2 200. Ну мне очень нравится, я прям вот балдею вот от состава. Вот от этого. Она мягкая, мягкая. Нет, она прямо пожестнее. Сейчас пошел он за побольше сумкой. Здесь нормальные. Вот здесь нормальные продавцы. Ведь не собачатся, не гавкаются. Пожалуйста, тебе и это, и это. Все готовы угодить, показать. Нет, ну это прям мягкая, мне очень нравится. Только мне не нравится, что здесь Prada бы не было, что это и Prada. Ну ладно. 23,84. В общем, ассортимент очень большой. И рюкзаков, и чего только ничего. Так, все, сумку за 2 тысячи купила, за 2 тысячи. Пойдемте, за 2 тысячи уступили. Оксана хочет себе сейчас еще взять костюм и идем к платью. Смотрите, какие есть еще варианты красивые. Чего только нет. Опять мы пришли, вот этот павильон. 21,15. 21,115. 21,115. Где вот я себе костюм брала. И Оксана себе хочет что-то подобное взять. Такой легкий. Видите, какие они легкие. Это вот такая вот хлопчатобумажная ткань. Стоит, конечно, они вот 6,5-7,5 тысяч. Но есть вот прям на любой вкус. Вот костюмы расцветки тоже очень красивые. А вот сарафаны мы пока что вот прям вообще еще нигде не встретили до сих пор. Хотя, кстати, вот сарафан какой-то такой черный с красным. Красиво. Интересно, что это за ткань такая. Вот пятый ряд. Вот это вот уже такая, знаете, фэшн одежда. То есть такая, какая, уже необычная. Обувь. Платья вот такие вот уже оригинальные. С 20% скидкой. 7 тысяч. 7,5. В общем, так поняла, что это вот под бренды, что ли, да? 7,7,7. Так. Ну, сарафаны – это вещь неуловимая. Понимаете, на тоненьких каких-то бретельках такие ничего я такого так и не ношу. Смотрите, как пользуется популярностью, что-то это обувь. Вон они, вот эти все мягкие тапочки, которые мы на рынке в Дейре смотрели. Они и здесь, эти тапочки. Вот пляжные разные варианты. Платьев. Купальники. Знаете, такие в Инстаграме очень часто мелькают. И здесь они тоже есть. Ну и вот костюмчики такие. Ну и вот костюмчики такие. Очень красивые. И брючки легкие, и такие легкие. Девушка, а сколько он такой костюмчик будет стоить? Очень. Смотрите, какой красивый с шортами костюм. Вот эти костюмы, которые пиджачные. И вот с пиджаком по 10 тысяч. Ну а там-то они черные цвета. Но они здесь с футболкой, здесь качество другое. Здесь уже немножко другой костюм. Тоже вот эти футболочки с мишками. Мама у нас уже устала. Ходим мы уже долго. Снимаю я сегодня меньше в целях померить. Значит, здесь есть, помимо открытых лидов, вот этот новый корпус B. B там уже такие, ну, как бы немножко по-цивильнее считается. Ну вот здесь, конечно, ходить не переходить. Вот чтобы обойти все эти ряды, это так, знаете, вот на скайпах очень и очень быстро. И новые, новые ряды. Здесь, кстати, тоже точно такие же сумочки. Вот они, видите, тоже мягкие. Ну я потом дома вам разумеется. А, ну здесь, в принципе, это вся та же самая продукция. Вон она, Prada сумка. Не знаю, здесь нет нигде, не написано нигде платье рядом, чтобы идти чисто в платье. Мам, не хочешь такие на пляж ходить? Тапочки. Сейчас в таких тапочках на пляж некоторые ходят. Да, зачем? В мягких. Не знаю зачем. Так, ну вот, кстати, платье. Большой ассортимент. Да? Большие размеры. И сарафаны, кстати, есть. Да? Размеры до 70-го у нас. О, даже до 70-го. Ну что-то такого плана надо. Девочки, то, что я искала. Вот сразу зашли в B. Но это я еще брюки, понятное дело, не сняла. И здесь ассортимент отлично. Сейчас я вам покажу. Так что идите сразу в корпус B. И не ходите там по этим, по рядам. И померить можно, вот примерочное есть. И вариантов очень много платьев самых разных. А сколько такое стоит? Красивые. Такое опять. Ух, обалденно. 5-2-сенки. А размеры какие еще такие есть? Слушай, ну классно. Платье классно. Мне очень нравится. А, это максимально. А может мне на размер меньше посмотреть? Да, сейчас да. Вот мама у нас меряет длинное изо льна. Но ей, говорит, не нравится. Но здесь они и длинные, и короткие. Сейчас я вам покажу. Я рекомендую. Мне не скидки, ничего. Но знаете как? Вот чтобы просто время не теряли. Это ряд D, место 55, корпус B, этаж 1. Во всяком случае продавец лояльный. И все рассказывает, и показывает, и объясняет. И дает померить. И не кричит, не ругается. И хотя бы какая-то примерчная есть, где можно это сделать. И вещи это, видите, турецкие. Турецкие. Так, ну я определилась. Я красненько платье все взяла. А Оксане, смотрите, как хорошо в черном. Оксана, покажись, как в черном тебе. Мам, вот первая мне больше нравилась. Да. Ко мне, сюда покажись. Что, Оксана в черном платье. Афонский такой стиль, мама. Не, знаете, что ей нужно? Вот она любит тоже. Вот здесь тоже можно было все точно так же купить. Но мы... А, слушай, Оксана, здесь же и ряд с этими, с очками же был. Ну ладно, очки мы уже взялись. Девушка, знаешь, по-моему, там три возьми, и две возьми, третий подарок. Да нет, нам же столько не надо. Мы так смотрим просто. Не-не, мы просто посмотреть. Слушайте, у меня тут Ваня бы умер. Смотрите, сейчас у них до конца, и слева там в дом бижутерии. Дай-ка я Ваньке еще вот такую возьму. Надо. Смотрите, каких только нет. Сейчас у детей это писк, писк моды. А какую же ему взять-то из этих? И часы такие есть, и спиннеры. А спиннер сколько стоит? Не в рознице спиннер. Да. Сколько, сто? Двести. Двести. Двести рублей. Дом бижутерии рядом с девятым рядом. И здесь, и здесь чего только нет. Смотрите, шнурки разные. По сто, по сто пятьдесят. Ободки. Эти косы. Кто сейчас с косами ходит? Цепи. Я сейчас часто вижу, вот, блогеры какие-нибудь выступают с этими. По триста, по четыреста рублей с цепями. Пришла домой. Море, ну не море вещей, ну вот, брюки. Ну, я потом вам в следующем видео, у меня как раз Василюк прислали. Это Ваня купила вот такие вот брюки красные. Смотри, Ванька, тебе какую. Потом померяешь. Знаешь, в чем здесь фишка? Сейчас покажу. В кофте. Смотри. У Миши вчера такая была. С маской. Это мне, я не хотела с маской покупать. Мне говорит женщина, продавец, говорит, вы что, это пик сезона, детям так нравится. Ну, он убирается в капюшон, если не надо. Ну, в общем-то, как бы вот ему взяла, чтобы костюмчик. Да, я тебе покажу. Заходим в WhatsApp. Кто же это? Азамат Айталия. Вот, в общем, шорты вот эти вот. Так, вот, Вань, я тебе взяла одну вот с этим и одну, подожди. Это спиннер. И да, и вот как на ключи ты хотел. Доволен? Вот, видите, ребенок, как доволен. Потом вот такую вот с киской купила себе футболку. Ну, я еще раз говорю, завтра Василек заберу и буду вам уже все показывать. Вот эту вот голубую футболку. Потом с котейкой купила себе. Вон она, Дашка моя сидит. Это спиннер и симпл димпл. Я симпл димпл. У меня вчера Ваня, я говорю, ты мне хоть запиши, что такое симпл димпл. Кошечку себе вот такую вот взяла. В качестве украшения. Подождите, что-то еще ведь я взяла. А, вот такие вот сережки. Вы знаете, мою страсть к этим хрусталикам. Мне вот эти вот хрусталики прям очень понравились. Такие люблю. Ну, а смотри. Так. Смотри, с одной стороны. С другой. И что? Смысл-то в чем? Я не понимаю. Смысл в чем? Сумка моя. Ну, в общем, все потом посмотрите в следующем видео. А, ну и платье. Вот, ну и платье. В общем, вот такая вот у меня солидная кучечка тут одежды. Ребенок довольный. Ему вот эта вот одежда, то, что мама купила, ему все равно. Ему вот абсолютно все равно, Ваня, что носить, когда носить. А вот эта вот ерунда какая-то. Вот эта вот Ване нужна. Вань, там их столько всяких разных было. Но ты сказал, что тебе нужно именно для ключей. Я специально искала, как для ключей. А, такая белая была? Какая белая? Ну, такая вот белая штучка. Ну, ты мне про белую ничего не говорил. Там каких только не было. Там всякие разные. Ладно. У меня скоро ключи подходит. А взяли совершенно в других. Но все, что сегодня было запланировано, все купили. Все купили. В принципе, мне вот вообще больше вообще ничего вообще не надо. Все есть. Вот. Ну, а всем огромное-огромное спасибо за то, что вы со мной. За то, что вы смотрите. За то, что вы комментируете. За то, что подписались на мой канал. Смотрите. Огромное-огромное вам за это. За все спасибо. И со всеми прощаюсь. Как всегда, увидимся с вами вновь совсем скоро. Получаю посылку от Василька и показываю. Будет такой день примера. Все. Пока-пока.